Чтобы в результате справиться с аллергией, чтобы комфортно жить, конечно, приходится задумываться. В этот момент приходит на помощь когнитивная психология. Сейчас когнитивная психология используется вместе с другими процессами, любыми медикаментами. И, конечно, если, например, ко мне приходит клиент с аллергией, то мне не хочется, чтобы он использовал какие-то свои дополнительные какие-то, я бы сказала, не усугубляющие, а ингибирующие, угнетающие его аллергические реакции. Потому что во время сессии мы используем ваши аллергические реакции, мы как бы их поднимаем вверх, чтобы понять, о чем они. Аллергические реакции имеют очень хорошую способность разговаривать на самом деле. Давайте вернемся к вот этому аллергическому полинозу, который у меня возник. Значит, итак, возникла ассоциация. Ассоциация – это когда одна вещь ассоциирует с другой вещью. То есть возникает вот такая связь. Когда это происходит, и в этот момент что-то происходит психологически, то, естественно, ваш организм все это запоминает. Мозг все это запоминает, потому что ему нужно как-то на это реагировать. Мозг еще не знает, как он будет на это реагировать, и это диалог между вашим воспитанием, тому, на что вы уже способны. И здесь человек начинает как-то проявляться. Поэтому можно вернуться обратно и разобрать все это. Как же я проявлялась? Например, если человек, который хочет доказать, что он лучше какого-то другого человека, он будет делать какие-то яркие показатели. Он будет показывать, что он какой-то смелый. Он может быть даже стать каким-то смелым. И недавно я спросила у своего брата, а что ты помнишь из моего детства? Ты помнишь, что что-то там? Я исследовала эту аллергию. Ты помнишь, что что-то там мама говорила? И мой брат мне говорит, ты была очень смелая. Ты была не то, что смелая, а просто безумная какая-то смелая. Если тебе что-то нужно было, ты обязательно там бросалась туда, как будто бы, говорит, у тебя были шоры на глазах. И ты бросалась так, чтобы этого достичь. Иногда там дралась, иногда там доказывала свою силу, сама себя защищала. То есть, с одной стороны, это какие-то сильные качества, но с другой стороны, давайте посмотрим на внутренний конфликт. Какой человек будет себя защищать? Тот человек, который думает, что на него нападают. Есть такое понятие жертвы в психологии. Вот недолюбленность, жертва. Так вот, понятие жертвы, оно может применяться даже к тому человеку, который кажется, на первый взгляд, сильным человеком. Это понятие говорит о том, что внутри я настолько не уверен внутри себя, что я должен применить внешние свои проявления для того, чтобы как-то оформиться в этой жизни. И возникает вот этот конфликт. Я все время буду возвращаться от того, какие симптомы, как причина, по которой мы получаем эту аллергию. И симптом того, что внутри есть какой-то конфликт. Это самое коррелирует с тем, что почему же наша собственная кожа, наша собственная слизистая, которая должна нас защищать, она от этого страдает. Потому что от этого конфликта, атаки, самое на себя страдает. Это как метафорически ваши антитела говорят. Что-то внутри тебя не так. Так, давай-ка я это исправлю. Давай-ка я это буду атаковать. И получается, что атака идет на самого человека. Иногда оно идет на фрукт, который вы ели, и вдруг возникает аллергия. Наверное, в Хмельницком тоже были там. Тимофеевка. Это просто обычная очень травка такая полевая. Тимофеевка. Продолжение следует...